Между тем, состояние второклассника, упавшего с лестницы, в столичной школе оценивают как средней степени тяжести. Сейчас он проходит лечение в отделении нейрохирургии. У него множественные переломы и открытая черепно-мозговая травма. На резонансное происшествие сегодня отреагировали вице-премьер Тамара Дуйсенова и глава Минздрава Ажар-Геният. Подробности у Дали Насиповой. Несчастный случай с падением 7-летнего мальчика с лестницы в школе гимназии номер 14 произошел 18 сентября. Подробности о случившемся и состоянии ребенка стали появляться в СМИ спустя неделю. Директор учебного заведения не торопился сообщать о произошедшем в управлении образования, чем усугубил ситуацию, считает Тамара Дуйсенова. Подобные случаи нельзя замалчивать, говорит вице-премьер. Нельзя было скрывать. Нужно было сразу об этом сказать. В этой связи была проведена соответствующая работа управлением образования города Астаны. И руководитель школы был осторожен от занимаемой должности за неналежащее исполнение своей трудовой деятельности и за несвоевременное предоставление информации. Для принятия управленческих решений в части оказания поддержки пострадавшему ребенку. Ученик второго класса, получивший открытую черепно-мозговую травму и переломы головы в нескольких местах, ждал скорую около часа. По словам экс-директора школы, неотложку вызывали семь раз. Министр здравоохранения Жаргиниат пояснила, что диспетчер не посчитал вызов экстренным. Категория срочности вызовов оценивается диспетчером станции скорой помощи. И звонок поступает от медицинской сестры школы, что у ребенка ссадины и ушибы. Что у ребенка потери сознания нет, ссадины и ушибы. И поэтому скорая приехала, как они вам объяснили, по третьей срочности вызовов в течение 29 минут. Сейчас родители пострадавшего мальчика готовятся подать в суд на администрацию школы. Они утверждают, что у ребенка ухудшается зрение, необходимо лечение за рубежом. В то время как лечащий врач отмечает положительную динамику. Консилиум пришел к решению, что срочных операций маленькому пациенту пока не требуется.